привет друзья долгожданное видео про почву для хвойных растений в чем лучше выращивать ваши сосны можжевельники можжевельники это так уже немножко другая тема в основном речь будет о соснах вот давайте приступим самая лучшая почва для хвойных растений это гранулированная почва черная земля тут вообще как бы ну никак не как бы котируется потому что да вы можете там какое-то время что-то с ней делать в черной земле но никогда вы не добьетесь качества никогда вы не добьетесь до долгой жизни растения из-за этого ну в конце концов ваша сосна просто погибнет и ну ничего вы не добьетесь вот она может жить она может даже чуть как-то там расти в черной почве но это все полный бред как бы это но результаты результатов каких-то хороших вы не добьетесь сосне нужна максимально гранулированная почва максимально питательная почва максимально дренажная почва которая прямо вода будет пролетать сквозь нее поэтому я сегодня предложу несколько вариантов для выращивания сосен в почве для бонса и кстати говоря я уже сделал кое-какие работы видите уже открываются иголочки но видео ненаглядное получилось я сниму его на бумаге с некоторыми моментами из ну так скажем с наглядными моментами на растения но в основном на бумаге потому что на бумаге проще объяснить все этапы вот но я опять отвлекся подпишись на канал чтобы увидеть как формировать сосны так первое как бы самый такой простой вариант это акадама скирио вот это избавит вас от всей головной боли это почва до уголь древесный вот начнем акадама 70 процентов киризуна 30 процентов смесь да это почва подойдет для маленьких растений которые еще плохо сформированные которые должны расти развиваться подойдет это для одногодовалых двухгодовалых саженцев примеру если вы выращиваете семян для прямо со самых самых семян и до года лучше всего использовать стопроцентную акадаму потому что будет много влажности будет дренажность и как бы особо питательных веществ семечки не нужно чтобы расти в первый год поэтому я всегда советую стопроцентную акадаму для выращивания семян далее на второй год примеру вы можете пересадить уже в акадаму 70 процентов киризуну 30 и выращивать так и и до появления какой-то первичной ветвистости там скелетных веток и так далее и в принципе этого вам хватит для более развитых вот таких растений нужно уже более дренажная почва поэтому если вы присмотритесь то тут помимо кирио есть еще и пенза это вот отличный разделитель который не деградирует не ломается не разрушается из-за этого как бы очень хорошо пропускает влагу вот поэтому следующее скажем почва которая уже на таких растениях более-менее сформированных должна присутствовать да это 30 процентов пензы 30 процентов акадамы и 40 процентов гиризуны это будет уже хорошая почва для более-менее сформированных растений которые уже будут действительно хорошо иметь скелетных веток хорошо иметь какую-то ветвистость жертвенные может быть ветки или верхушку иметь будет по корням уже не будет обладать черной землей да если вы там покупаете из питомника к примеру то черная земля это проблема избавиться от нее она занимает очень долгое время вот это вот избавление от черной земли там 3-4 года может совершенно спокойно происходить вот это вот замена почву у хвойных бонсай усосин да у более развитых даже вот более развитые чем вот это растение можно добавлять кануму канума добавляется для того чтобы повысить кислотность почвы и замедлить еще больше рост растения поэтому примерно это будет 50 процентов кирио 30 процентов канумы и 20 процентов акадамы это будет уже отличная просто почва для практически завершенных бонсай но это я вот эту информацию я вам говорю просто для того чтобы вы знали что такое почва есть но я думаю что ни одному из вас такой почвы не понадобится потому что у вас нет таких растений это уже растения которые участвуют в выставках в соревнованиях там в каких-то экспозициях и так далее так что но даже вот этому растению рано переходить в такую смесь поэтому как бы но если у вас нет такого растения или более развитого то как бы вам не стоит использовать эту почву хотя если у вас вот такие растения есть или даже более развитые то вы вряд ли будете смотреть это видео поэтому как бы я все-таки сфокусируясь на таких базовых так скажем смесях почвенных да вот поэтому как бы ну примерно да это все время все вот эти вот сроки которые я говорю это плюс минус они очень плавают но в первый год это когда мы сто процентов со второго года это кадама плюс кирио 70 процентов а когда мы 30 процентов киризуны далее уже там можно после 10 лет после там 15 лет можно уже также это как бы ну очень зависит от стадии формировки да вот как бы если у вас очень как бы вы смогли продвинуться в формировании вот вы пример выращиваете семечки выращиваете выращиваете за 5 лет очень сильно растения спрогрессировала пример вот это пинус пентофилия у него всего одна волна роста в год поэтому как бы здесь совсем по-другому делается митсуми вот микири микаки тут в принципе даже микири не делается но если у вас пример пинус сильвестрис или пинус тумберги да то там несколько волн роста поэтому можно добиться довольно таки неплохих результатов при правильном выращивании и как раз таки из-за этого я вам советую все-таки использовать а когда маскирио да она будет деградировать потому что вы будете держать ваши растения на холоде на минусе и так далее но как бы если у вас есть сосны то это уже другой уровень абсолютно бонса это намного более больше контроля нужно точнее вам уже вряд ли получится куда-то уехать вам вряд ли получится экономить на на бонса и потому что придется использовать много хороших удобрений огромное количество разных противогрибковых средств огромное количество противо вредительных средств я потом когда ролик выйдет об этом всем я вам их перечислю сделаю списочек так что ну будет интересно я все это подготавливаю просто сейчас это все на процессе там еще на стадии сценария так скажем до находится поэтому не знаю когда выйдет но все обязательно выйдет вот и конечно же но если у вас есть сосны то это обязательно улица улица и максимальное количество солнца поэтому но если у вас к примеру там северная сторона там какой-то балкон или подоконник то лучше вообще не задумывайтесь о соснах забейте на них и так далее если у вас нет возможности держать их полный весь год на улице также забейте на них лучше даже не связывайтесь потому что ну вы только разочаруетесь также нужно очень много информации знать по выращиванию по пересадке по подрезке ну как бы подрезки здесь в принципе нету здесь все делается через прищипывание свечи свечек да но также это очень важно знать короче говоря сосны это очень такой огромный должен быть у тебя уже чемодан знаний просто поворачивание обычных бонсай и лиственных да я имею ввиду может быть можжевельники тебе в чем-то помогут но в любом случае и новичку абсолютно я не рекомендую начинать с осен потому что это ну либо вы деньги выкинете на ветер либо семена и время потратите ну и как бы ничего интересного и правильного и здоровского вы не к сожалению не приобретете да тем более вы не приобретете никакого опыта потому что ну я вот уже по статистике да которую которую я обладаю там вот по общению с вами там в телеграме на ю тубе и так далее никто из вас не умеет правильно пересаживать сосны не умеет правильные создавать условия поливать их правильно не умеет поэтому как бы еще очень-очень рано людям с моего канала вообще заниматься соснами очень мало действительно людей которые что-то понимают в соснах и как-то правильно делают с ними что-то поэтому начинайте потихоньку с каких-нибудь можжевельников это будет самое то вот вернемся к почве если вы не можете найти акадам из кирио то хотя бы найдите кирио потому что кирио это очень важно это питательная почва которая обязательно должна быть но хотя на самом деле я опять же возвращаюсь к тому что если вы за завели сосну то вы должны вливать деньги вы должны купить и максимально лучшие наилучшую почву да если к примеру по какой-то причине вдруг не смогли найти акадамы или к примеру пензы то возьмите лаву потому что лава тоже очень хороший разделитель она тоже очень хорошо работает поэтому в принципе а если вы хотите максимальное качество и здоровье вашей сосны то почва должна быть очень очень дренажный грубо говоря вы должны поливать из лейки да вот там или шланга но с насадкой душем да вот вы должны поливать и вода не должна вытекать из горшка она должна сразу же проходить и вытекать через дренажные отверстия точнее она не должна не скатываться не накапливаться в горшке а именно быстро быстро вытекать если же у вас есть такая вот проблема да что вы наливаете к примеру и ждете пока вода уйдет пока она там наполняется горшок и постепенно вода утекает протекает через всю почву это неправильно это как бы неправильная почва я слишком так скажем она влага задерживающая не она не недостаточно дренажная недостаточно хорошо пропускает влагу у меня такая же проблема вот с этой почвой но я подозреваю что здесь просто много корней которые но она должно давно не пересаживалась эта сосна это видно во первых по качеству верхней части грунта да во вторых что видите она очень очень поднялась сама вот почва над уровнем горшка это значит что там корни уже довольно таки сильно растут но даже поэтому я не буду пересаживать и не в следующем году не в этом году не через два не через три года я буду держать ее прям по максимуму чтобы она вот прямо еще ну лет пять хотя бы я попробую подержать пока горшок не треснет вот посмотрим потому что в принципе пересадка хвойных это очень стрессовая такая тема особенно для уже сформированных растений примерно вот как так как это да чем больше у вас как бы растение находится с вами чем больше она сформирована и чем лучше она сформирована тем нужно быть аккуратнее вообще в принципе со всеми растениями нужно аккуратно быть во пересадки но сформированными растениями нужно быть очень аккуратными потому что например сейчас я вот возьму да пересажу примеру как вы это делаете вот это растение и она просто отъедет и я потеряю растения за 900 евро это как бы ну совсем не хочется к тому же это подарок а подарки это все-таки но такая тема что хочется сохранить и долго держать и чтобы все с ним было хорошо и чтобы развивалась и так далее поэтому все буду делать только тогда когда буду считать нужным и когда это все так скажем понадобится действительно растению пока что с ним все хорошо видите она отлично растет у него есть все новые иголочки они уже все распускаются видите все с ним хорошо даже не нужно его пересаживать вот у людей есть очень такая проблема сильная постоянно пересаживать растения забудьте о пересадках как бы чем реже вы пересаживаете растение тем лучше это наоборот вашим растениям придаст характера больше такого что будет прямо видно что они сидят в горшках не нужно там их пересаживать в больше 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 горшок постоянно вот в таком горшке она может совершенно спокойно всю свою жизнь прожить и как бы ей будет больше чем хватать даже я к примеру умру уже и там она все равно сможет это сосна в этом горшке продолжать жить еще там 300 лет типа вот так что размер горшка усосин это другая другая тема также для видео вот в принципе такого разнообразия почвы как у лиственных здесь нет здесь нужно всегда отталкиваться от максимального качества максимальное качество это когда макирио и канума в принципе ну и пенза там да поэтому если вы уж завели сосну то пожалуйста будьте добры вливать в нее деньги если вы не будете вливать деньги то ваша сосна в результате от едет и вы потеряете деньги которые вложили в нее при покупке так что такие вот дела если вы покупали купили из питомника и в черной земле то процесс замены черной земли на гранулированную почву также очень долгий процесс очень сложный процесс и скорее всего ну опять же не для новичков вам нужно будет много чего знать много чего как бы понимать в именно в растении да я попробую сделать вот на видео про обработку свечек и тогда возможно вам станет чуть поболее понятно как вообще работают растения работают хвойные растения а именно сосны и возможно так потихоньку потихоньку я подготовлю вас к выращиванию сосен но пока что не стоит вам этого делать вот действительно вам это говорю потому что они отнимают очень много времени нужно очень все делать вовремя нужно поливать уметь правильно видите у меня почва до сих пор супер супер сухая хотя вот тут она уже немножко влажная поэтому я поливать его пока что не могу эту сосну еще наверное дня три-четыре точно как бы нужно очень все так скажем на интуитивном уровне научиться делать а это очень сложно вот японские мастера говорят опять же повторюсь что там лет двадцать только на тоже уходит да у бонсаиста чтобы научиться просто поливать правильно поэтому как бы ну научитесь сначала поливать на лиственных растениях и тогда возможно вы сможете правильно поливать вашу сосну ваши хвойные бонсай вот такие вот дела если у вас вдруг остались какие-то вопросы а и не скорее всего остались напишите пожалуйста в комментариях я на все отвечу быстренько и объясню вам если вам это видео понравилось то ставь лайк подписывайтесь обязательно на канал потому что будет еще огромное количество видео на моем канале новых полезных и интересных и что ж спасибо с вами был дима из испании всем удачи хорошего грунта для хвойных растений всем пока